Здравствуйте! Ну, начнем мы, как обычно, с наркотиков. В Варшавском зоопарке решили поставить эксперимент по использованию медицинской марихуаны для снижения уровня стресса у слонов, сообщает английская газета Guardian. Методика используется во всем мире для собак и лошадей, но с слонами это первый опыт. У меня, собственно, один вопрос. Сколько нужно марихуаны, чтобы уебать одного слона? Это, мне кажется, очень сложная задача, потому что, блядь... Вот еще говорится, что трубки курить не будут, а, значит, наркотик будет вводиться через хобот. Слышишь, слон, блядь, чего хобот повесил? В Амстердаме установили уличные туалеты с марихуаной, видимо, ту, которую не доебашили польские слоны, используют в Амстердаме. Зачем установили туалеты, собственно, жители Амстердама? Ну, на самом деле, не жители, а туристы. Очень много ссут на улицах. Это действительно правда. Кто был в Амстердаме, знает, что объебанные англичане, в основном, засывают улицы этого славного города. И вот повесили, значит, поставили туалеты, на крышах которых будут горшки с марихуаной, потому что марихуана питается экскрементами, то есть она как на моче будет, значит, лучше всходить. Ну и, собственно, она пожирает запах. Действительно, марихуана пахнет сильнее, чем моча обычного человека, если он не наркоман. Вот, и еще из хороших новостей. Как видите, у нас появился шкаф. Дело в том, что я снимаю сериал про 90-е, и мы будем, говорят, спиздили шкаф. Вот такой вот он достаточно уебско выглядит, поэтому как раз для нашей передачи, я думаю, что он вам тоже понравится. Поскольку много всякой, хотел сказать, хуйни, конечно, удивительно, отличных вещей присылают мне читатели, в смысле зрители, мы решили вот так чуть-чуть забивать, чтобы у нас было, как у деда из Поле чудес, вот эти банки присылаете с соленьями, там огурцы, помидоры, хавчик любой. Ну, какая хуйня, которую вам мамка наготовила, и она вам дома не нужна, вы присылаете, собственно говоря, к нам. Это с одной стороны. А с другой стороны, видите, за моей спиной торчит, блядь, висит футболка, которая является нашим официальным мерчом. На ней написано «Хтонь, скоро мы будем реализовывать ее, зарабатывать на вас деньги», потому что мы подумали, 285 тысяч подписчиков, что ж, теперь не разжиться, что ли. Вот решили продавать мерчи. На следующей неделе мы объявим размеры и сколько стоит. 1 сентября в МГИМО пойдут счастливые дети, которым повезло родиться в семьях состоятельных родителей, родители которых занимают важные посты, ну или просто какие-то талантливые дети пойдут в МГИМО, это один из самых престижных вузов Святой Руси, и, значит, пойдет туда девушка Аляна Ванчикова. Вот, она поступила туда на специальность международное отношение и энергетическая дипломатия, великолепный факультет, все дороги практически открыты перед девушкой. Значит, попала туда девушка как целевик, то есть как участник целевой программы, всю учебу оплатит будущий работодатель. Вот, и работодателем у Аляны кто, вы думаете, как будет потом, если вот она идет на международные отношения? Ну, например, ЦРУ или Катар, да, международные какие-нибудь организации или страны. Нет, на самом деле, будущий работодатель будет администрация Агинского Бурятского округа, где работает мама Аляны. Ну, значит, естественно, начался срач диковинный просто в интернетах, и все стали говорить, что как это так, что это за пиздец, почему, значит, пользуясь своими полномочиями, замгубернатор Забайкалья устраивает своего ребенка МГИМО, а, блядь, куда он должен его устраивать? В ПТУ, что, блядь, номер 96, блядь? В заборостроительный институт? Да, вы какие-то пиздец, наивные люди. Вот, ну, собственно, я тоже могу с вами тут сказать, что ебаный в рот, ахуй, какой ужас, кошмар. Ну, кошмар не в этом, кошмар в том, что, значит, потом выступила мама этой удивительной девушки. Значит, обратите внимание, вот это видео, да, оно длится 7,45. Значит, замгубернатора Забайкалья здесь рыдает, как будто, я даже не знаю, как будто умерла кошечка у нее любимая, да, посмотрите, она будет рыдать 7,45, нести какую-то ебанину бесконечную. Пресс-секретарь уже уволен, поэтому сама мамашка взяла на себя эти функции. Она говорит, что у ребенка была мечта поступить на МГИМО, вот, а еще у ребенка была мамка, надо было добавить, да, которая в МГИМО ее устроила. Вот, ну, собственно, что мамке-то хочешь сказать? Мамуль, во-первых, не плачьте в кадр, вы опухаете. И как бы мы с вами уже, люди-то не молодые, нам, знаете, нельзя в кадре так показывать. Это первое. Во-вторых, когда, значит, есть такой эффект с трейзом, да, что это значит? Ну, не буду рассказывать про актрису пиндоскую, вам наверняка эта информация лишняя. Вот просто если вы, ну, как бы не хотите, чтобы продолжался срач вокруг чего-то, что вам не нравится, вы его не подогревайте. Последнее, что вы должны были сделать, это записать 7.45 видео вот этой вот хуйни, которую вы наговорили. И дочь болела ковидом, слава богу, выздоровела. И доченька училась, и ЕГЭ она сдала. И на самом деле негативная информация по поводу вашей общественной позиции. Ну, действительно, я не гуглил вашу общественную позицию, но полагаю, что вы, конечно, виднейший общественный, как раз на 7.45 вы наговорили. Ну, и, конечно, надо покороче видосы. Если вы хотите, чтобы залетали такие вещи, лучше, конечно, писать их в ТикТоке. Это такой мой совет на будущее. Ну, а дочи пожелаем, она медалистка, у нее одна федеральная медаль, другая местная. Злые языки говорят, попробовали мамкиной дочке не дать золотую медаль. Но я в это не верю, я думаю, что дочь училась действительно сама хорошо. Поднимаю за вас стакан камбуча, раз вы учитесь МГИМО, я не могу назвать это чайный гриб по-русски. Совет вам да любовь. Продолжаем рубрику «Бедные дети». Я бы даже сказал «Бедные оболганные дети», потому что действительно ложь распространяют про детей чиновников. Значит, еще один вопиющий случай, когда общественность просто охуела и покусилась на свято, а именно на дочку Игоря Ивановича Шувалова, глава ВЭБ. Значит, собственно, что произошло с дочерью Игоря Ивановича Шувалова? Она, значит, попала на бюджетное отделение на факультет психологии МГУ. Список был опубликован, значит, поступивших на сайте университета. И из списка следовало, что Шувалова была зачислена на специальность клиническая психология по общему конкурсу. И у нее было 230 баллов. В списке из 37 человек, зачисленных на бюджет, она была в последней строчке, но это от скромности исключительно. При этом от других поступивших Шувалова отделяла больше 100 баллов. Ну, в смысле, 100 баллов вниз ее отделяла, да? Не то, что было 270, она 580 набрала, например, да? Меньше на 100 баллов она набрала. Вот, представитель пресс-службы МГУ, после того, как хайп поднялся, сказал, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно. И зачислена она на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла. И теперь из документа следует, что она будет на коммерческой основе проходить обучение. Вот так не дали ребенку поучиться за бюджет. Пиздец, жалко, что ли, вам было? Ужасные люди, отвратительные. Вот, ну, хочется еще что добавить, что новость была опубликована на сайте журнала Forbes, который пишет про богатых и знаменитых. Значит, редактор, опубликовавший статью, потом как-то уволился внезапно после этого. И здесь мой привет Коле Ускову, который два года назад летом бегал, плакал по всем фейсбукам, что прежние руководители Forbes его совершенно беззастенчиво и несправедливо уволили. Что было правдой, я тогда вписывался за Николая Феликсовича Ускова. Вот, ну, сейчас у Николая Феликсовича в хозяйстве творятся вот такие вещи. Потому что, действительно, одно дело, когда Ускова увольняют, это совершенно богомерзко и неправильно. А когда Усков кого-то увольняет, это правильно, изъебись. Я вообще на твоем месте, Коля, уволил не только редактора. Он же там в сговоре действовал, когда эту, вот эту, погонь-то публиковал. Я бы вычистил весь отдел, нахуй. Все равно сейчас медиарынок в жутком состоянии. Таких же редакторов просто, блядь, наберешь целую авочку. Блин, только что новость была и ушла куда-то. Мы себе, конечно, сами создаем огромное количество проблем. Вот у меня в Телеграме несколько рабочих корпоративных чатов, да, проектных. Несколько личных переписок, огромное количество каналов. Все это смешивается, новости теряются, важные сообщения теряются. То же самое у меня происходит в Ватсапе, только там нет каналов. Но в любом случае, очень часто какие-то важные рабочие сообщения теряются. И так было, пока не появился корпоративный мессенджер АМА. Чем же он хорош? АМА-мессенджер это первый специальный корпоративный мессенджер, где вся команда вашего бизнеса в одном мессенджере. Каждый ваш сотрудник в одном чате друг с другом. А если вы путаетесь в именах и фамилиях своих коллег, то с легкостью можете найти нужного человека по его должности. В АМА вы можете группировать чаты и каналы по папкам так, как это удобно только вам. А вот эти всеми любимые voice-мессенджи с легкостью превращать в текст, если вам неудобно их прослушивать. Также вы можете оплачивать свои счета, не выходя из мессенджера. А специальные боты полностью возьмут на себя всю рутину. Отсканируют за вас все счета, согласуют оплаты, создадут платежки и сами все отправят в бухгалтерию. Ботов вы сами можете создавать под нужные вам процессы. Пользоваться АМА-мессенджером можно как с компьютера, так и с телефона. Пусть весь ваш бизнес будет в одном приложении. Скачивайте АМА-мессенджер по ссылке в описании. В Вологодской области есть такое село, называется Семжа. Хотя, возможно, и Сямжа она называется. Выглядит это вот так. Обратите внимание, вот эти полуразрушенные избы. Первое, что выдал гугл, когда я написал Семжа, новость такая. Хоккейный корт появится в Семже. Ну, люди, которые плюс-минус получили там хотя бы 6 классов образования, не знают, что корт бывает только теннисный. Вот, еще фуд-корт бывает. А хоккейный бывает только площадка или стадион. Но, как бы, журналистов из Семжи или из Сямжи это не останавливает, поэтому они такие хуевые заголовки пишут. Ну, собственно, судя по всему, если даже хоккейный корт есть, то, блядь, в Семже в этой есть практически все. И жители уже бесятся с жиру. Из чего я делаю такое заключение? Значит, сельская администрация устроила открытие скамейки, блядь. Ну, реально, они скамейку открыли. Вот, посмотрите, значит, скамейка, значит, мужчина в костюме. Мужчина в костюме – это глава поселения Сергей Житков. Шарики, значит, хуярики, все это в воздух они запустили. Вот, скамейку они назвали скромно, но со вкусом арт-объект. Вот, с ней какой-то, вот, я даже не знаю, что это на фотографии, какой-то в красном цвет медведь или какое-то другое животное. В общем, сделали, естественно, из этого чиновники праздник всенародный. Вот, потом выяснилось, что это, конечно, не они свои бабки потратили, а скамейку установил, значит, оплатил, вернее, мужчина, работающий руководителем одного из производственных предприятий в Череповце. Он взял на себя все расходы по сооружению транспортировки и установке скамейки. Однако сам не смог приехать на церемонию. Ну, хуйня, сказали чиновники, сделали эту церемонию без него. Вот такие вот хроники вставания Святой Руси с колен. Наконец-то даже в Сям же появились арт-объекты. Срут на улице, арт-объекты есть. Дом правительства РФ, вы знаете, есть в Москве белый дом так называемый. Он фигурировал в историческом выпуске про Пуча, если вы еще не видели. Но, наверное, вы его и посмотрели уже, мой выпуск, он здесь ниже. Значит, все, кому повезло жить в Москве и оказываться на набережной перед белым домом, действительно знают, что вокруг шпиля с флагом постоянно крутятся стаи вранья. Есть даже такая была шутка, что на самом деле в виде ворон прилетают, значит, губернаторы, когда распределяется бюджет Российской Федерации раз в год. Они туда, значит, ночами прилетают, кружатся вокруг этого флага. Что произошло? Значит, будут защищать дом правительства соколиным спецназом, блядь. Соколы и ястребы будут разгонять птистно стратегическими объектами, и, соответственно, Белый дом является стратегическим объектом. Чем мешают вороны правительству Российской Федерации, я не знаю. Но, видимо, они так громко летают и каркают, что отвлекают от работы. Либо, наоборот, может быть, в доме правительства тоже живут какие-то, ну, работают какие-то вороны, они им отвечают или просыпаются. Вороньи инстинкты в министрах, они начинают вылезать в окно и каркать в ответ. Я хуй его знаю зачем, но, тем не менее, по факту у нас создается ястребиный спецназ. В Белоруссии продолжаются протесты уже несколько недель. Значит, яркие новости были за прошедшее время какие. Воспитательница белорусского детсада заперла трехлетнего ребенка в туалете за то, что тот крикнул Лукашенко в автозак. То есть даже в детях, смотрите, да, западные разведки как работают, уже с детского возраста, с трехлетнего развращают детей и заставляют из них, значит, делать оппозиционеров. Поэтому, видите, бдительная белорусская воспиталка, она, конечно, сразу этого агента ЦРУ или польской разведки приметила и закрыла в туалет. Молодец. Вот, Лукашенко стукнул 66 лет, как вы знаете, и вот военкомы одного из регионов, посмотрите это видео. Плаченный коллектив военных комиссариатов Гомельской области поздравляет вас с днем рождения. Поздравили его по телевидению. Максимально некрасивых людей туда почему-то набрали, посмотрите, какие у них листы, как у бобров. Вот, ну, естественно, они поют по телесуфлеру заученные строчки, никакого чистосердечного желания поздравить у них нет. Вот, и в конце они орут с днем рождения батя, но мы их лиц уже не видим. Их лица не очень красивые, перекрыты очень красивым лицом Лукашенко. Вот, посмотрите, как он выглядит в этой кепке. Вот, что еще? Лукашенко снова появился в свой день рождения, он появился с автоматом. Ну, что-то прям деда вперло в эту игровую модель. Похож он в своем вот этой униформе, он, наверное, думает, что он похож на Рэмбо. Похож он, конечно, на Супер Марио. И многие в комментах пишут, типа, нахуя он так делает. Ну, очень просто, потому что он в 92-м году, как бы, каждый нормальный, серьезный пацан ходил с оружием. Он считает, что это до сих пор круто, и поэтому он выходит, вот я могу открыто ходить с автоматом, а вы нет. Вот, и еще в Белоруссию не пустило католического священника, гражданина Белоруссии. Потому что, почему? Ну, хотелось бы сказать, потому что, ну, в Белоруссии святая храни веру православную. Но нет, конечно, потому что, по утверждениям не пустивших, католические священники принимают участие в протестах. Вот так. То есть, все с католицизмом на святой Белоруссии мы закончили. Какие еще новости были? Значит, вот, смотрите, отличная фотография, митинг посторонников Лукашенко, ебашит дождь. И выступающим в поддержку бате положили, значит, постелили под ноги ковер. А людям, которых, значит, собрали смотреть на выступающих, под ноги постелили нихуя. То бишь, стой, заливай водой. Вот такой удивительный формат. Как говорится, есть такое выражение, вызвали на ковер. Вот этих людей вызвали на ковер, попиздеть за батю. Педагог Артем Васильевых и певец Юрий Семеняк подали в суд, значит, на рэпера Моргенштерна. Что они, зачем они это сделали? Значит, в интервью музыкант назвал школы и вузы домиками, из которых выходят рабы. И, соответственно, это не могло не оскорбить учителя. Они, значит, подали иск в суд на Моргенштерна. Ну, что хочется добавить от себя. Вот я школу закончил 28 лет назад, но каждое 1 сентября я испытываю, сука, жесточайшую депрессию. И у меня охуительно плохое настроение. То есть, вот мне в Советском Союзе привили такое стойкое, значит, отвращение к школе. Я насчет рабов, конечно, не знаю. Но в целом с Моргенштерном я могу только согласиться, что, в общем, школа у меня тоже никаких хороших воспоминаний почему-то не вызвала. И я, в общем, 1 сентября не люблю, потому что это пиздец лету и вот это вот учебники, школы и все прочее. Ужасный скандал разгорелся на этой неделе. Анонимный телеграм-канал сплетенца посмел, позволил себе вообще, даже у меня язык не поворачивается, глагол здесь подобрать, назвать Яну Рудковскую, молодую, в сущности, девочку совсем еще, назвать ее бабушкой. Вот. И, конечно, Яну бомбануло, да. У нее есть телеграм-канал, который называется, тоже есть у нее телеграм-канал, который называется «Голубь мира», в списке наиболее уебанских названий, моего личного хит-парада, он где-то на восьмом месте. Вот. Что пишет удивительная женщина Яна Рудковская? «Давненько меня тут не было, а у вас тут совсем беспредел». Это по-блатному, да, по-свойски зашла. «Мы тут все возмущаемся, ох и ах, конституция, ущемление мифических прав по сумкам и чемоданам, пятое и десятое, что имеется в виду, я, честно говоря, не очень знаю, какие, блядь, ущем, права чемоданов, кто ущем, каких чемоданов, кто ущемлял, непонятно. А здесь есть яйцеголовые анонимные неудачницы, которые пропагандируют эйджизм на своем говно-телеграм-канале. Ну, что бы с такими за это сделали в Америке или Европе, знаете? А я вот интересовалась. Назвать 45-летнюю женщину бабушкой? Может, или больной, или люто завидующий человек. Вы, видимо, два в одном. Ну, далее еще пять абзацев. «Ебанины». Вот. Яна пишет, что, значит, у нее высшее образование. Вот. Автор телеграм-канала «Сплетница» бесформенная мышь, которая будет моргать перед ней судорожно своими безликими глазами и запинаясь извиняться. В общем, все в лучших духах, таких полублатных маляв, которые люди друг другу, значит, предъявляли на рубеже 96-95 года. Вот. Что хочется сказать? Ну, во-первых, действительно нельзя назвать бабушкой ни одну женщину в мире, даже если у нее двое внуков к этому моменту есть. Вот. Я не знаю, есть ли внуки у Яны. Мне ничего об этом неизвестно. Главный вывод по поводу написанного Яны, напрашивать сам собой. Конечно, у Яны дико бомбануло. Ну, и от себя, как человека, у которого высшее образование, Ян, хочется сказать слово «что бы» в данном случае пишется раздельно, а не слитно. Странно, что вы, как человек с медицинским высшим образованием, этого не знаете. Десять лет на прошлой неделе исполнилась программа «МАК-100500». Ну, вы все ее знаете. Тут нет смысла мне ничего добавлять. Я хочу поздравить вообще всех, кто имел отношение к этой программе. Я к этой программе никакого отношения не имел. Мы косвенно соприкасались в далеком уже, блядь, 2010-м году. В 2010-м, да. Или в 2011-м. В 2011-м. Ребят приходили ко мне на интервью в программу «Минаев Лайф». Это у меня такое прямое эфирное шоу было. Первое в интернете, где я брал у всяких разных людей интервью. И вот, собственно, приходил тогда ко мне «МАК-100500» со своим продюсером. Вот, посмотрите, кусок из этой программы. То есть, Макс, он вообще родоначальник жанра обзорщиков на Святой Руси. Кто бы мог подумать, что я в 2010-м у него брал интервью, а в 2020-м я буду делать тоже хуйню, что он ебанулся может. Но смешно. Макс, я тебя от всей души поздравляю. Александр Невзоров, один из моих любимейших телеведущих и вообще один из моих любимейших людей запустил конкурс на логотип города Расч-Ленинград. Вот, посмотрите, значит, он вспомнил историю с профессором Соколом, рэпером Энди. И вот такие вот логотипы были предложены. Значит, теперь он хочет город-герой Санкт-Петербург переименовать в Расч-Ленинград. И я думаю, если у вас есть какие-то охуительные идеи, плакатов, в смысле логотипов для этого чудесного города, присылайте их в Инстаграм Невзорча. Он будет очень рад. И, возможно, даже вы выиграете какой-то приз. Ну, что вам Невзоров может подарить? Ну, череп, например, какой-то он собирает. Или там бивен, слона. Он собирает такие вещи. У них очень много. Из других важных новостей правительство РФ приняло концепцию развития и регулирования отношений в сфере технологии искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. То есть, ну, у нас других проблем, как вы знаете, на Святой Руси нет. Разобраться бы осталось только с роботами. Потому что они, конечно, заебали уже. И надо как-то внести уже в какую-то законодательную базу подвести под искусственный интеллект. Значит, концепция предусматривает, что развитие таких технологий должно основываться на базовых этических нормах. Ну, правда, потому что, действительно, роботы – это такие совершенно аморальные существа охуевшие, которым, конечно, надо прививать этические какие-то понятия. Вот, и все бы ничего, значит, нормы все перечислены в концепции. Но некоторые из них очень похожи на знаменитые законы робототехники, которые сформулировал американский писатель-фантаст Айзек Азимов. Вот, вы можете зайти на сайт Медузы. Там сравнительная характеристика охуительной концепции правительства Российской Федерации и хуевой ужасной концепции Айзека Азимова, которая похожа на нашу концепцию правительственную. Вот, ну, что хочется сказать. В свое время Илья Логутенко, лидер группы «Мумитроль», сказал гениальную фразу «Новые песни пишут те, у кого старые хуевые». Что хочется еще добавить. Слава тебе, Господи, робот Федор не дожил до этих законов, которые принимает правительство Российской Федерации. Как мы знаем, это был довольно аморальный сундук железный, который жил не по законам, не по этическим нормам, а, блядь, по понятиям, которые ему написали, соответственно, в Роскосмосе. Значит, как-то я вам рассказывал о том, что в Гатчине были детские качели, которые очень сильно скрипели и мешали бабушке одной жить. И бабушка, вместо того, чтобы их там сломать или поговорить с детьми, которые качались на них, обмазала качели говном. Что же произошло дальше? В комментариях в группе признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, пиздец, конечно, максимально уебское название, рассказали, что, значит, кончели эти обмазанные говном, демонтировали рабочие и вывезли во дворе этих качелей. Нет, бабушки больше ничего не мешают. Какой вывод можно сделать из этой ситуации? Если вам что-то на Руси мешает, здание, машина или человек, просто обмажьте его говном. Его нахуй увезут моментально рабочие. Вот и все. Такой, я считаю, надзакон, 19-й закон робототехники. В Кургане удивительные новости приходят из Кургана. Значит, не все школы успевают отремонтировать 1 сентября. Действительно, это всегда каждый раз, блядь, 1 сентября. Что, дети в школу, что ли, пойдут? Какая-то хуйня странная. Поэтому не успевают некоторые отремонтировать школу. И в некоторых школах детей будут учить тому, как быстро выбегать из горящего здания. Ну, то есть, что из этого, какой вывод можно сделать? Если вы курганец, и ваш ребенок учится в хуево отремонтированной школе, будьте уверены, что скоро эту школу, вероятно, сожгут, чтобы замаскировать следы того, что ремонт в ней проведен не был. Что еще из Кургана хорошего? Значит, в Кургане отличная статистика. Значит, курганские следаки отчитались о раскрываемости преступлений в регионе. Следаки заявили, что за полгода они раскрыли 100 и 100 процентов преступлений. Таким показателем не могут похвастаться никакие страны в мире. Но может похвастаться только республика Тыва. Там раскрыли 98 процентов преступлений. Кто-то, возможно, из вас подумает, ну, конечно, в основном это, наверное, 228, да, то есть они подкидывают следаки, в смысле опера, подкидывают наркоту, и тут же людей берут, либо подставляют каким-то другим образом. Поэтому такая высокая раскрываемость. Я сначала тоже так подумал, но с другой стороны хуй его знает. Может, действительно такие следаки нет? В Перми жильцам ТСЖ пообещали списать пене по долгам за услуги ЖКХ в обмен на участие в выборах губернатора. Пиздец, конечно, уже только чем не заманивают. Видимо, настолько народ уже просто не хочет голосовать за губернатора, что решили списать долги. Я так подумал наивно. На самом деле нет. Управляющий ТСЖ паруса под камой Илья Вавилин рассказал изданию «Подъем», что это была просто попытка достать должников, потому что они, суки, вообще сваливают, ничего не платят. Значит, вот самая большая задолженность у кого-то 2,5 миллиона рублей. Это, блядь, вообще за что человек должен-то? Я думаю, что он у этого Ильи Вавилина, головы ТСЖ, просто лично денег занял. Потому что за коммуналку я не представляю, что надо иметь в собственности, блядь, здание МГУ, чтобы так задолжить за коммуналку. В общем, тем не менее, из должников все равно на эту замануху пока никто не клюнул. Поэтому ТСЖ, как пела группа «Кровосток», покушает мягкого. Пока. Четыре женщины, работающие в городке Катав-Ивановск, это Челябинская область, дали, значит, видеоинтервью. Они работают на фекальной станции, станция разваливается, и они боятся за свою жизнь. Но если вы подумаете, что они боятся, что их зальет говном, то вы ошибаетесь. Говна, они совершенно не боятся, они боятся того, что станция старая может ударить током, и после этого, безусловно, рухнет крыша. То есть, вот тока боятся, а говна не боятся. Такие удивительные люди. Уходит эпоха. Был такой глава комиссии РПЦ по делам семьи, отец Дмитрий Смирнов. Но вы его знаете, он постоянно был героем нашей передачи, потому что он постоянно какой-то охуевоз говорил. Вы его все знаете, естественно, по уже великой священной песне «Господь, Господь и Иисус Христос». Соответственно, отстранили его, освобожден он от должности, якобы по состоянию здоровья. Но я считаю, что, отец Дмитрий, даже если вас отстранили от должности, божий промысел все равно остается с вами, и вы должны продолжать говорить все те удивительные вещи, которые вы говорили. Пожалуйста, потому что наша, конечно, программа без вас осиротеет, не побоюсь этого слова. В Москве взяли за жопу курьера, который разводил пенсионеров. Каким образом? Значит, пенсионер, желательно одинокий, сидит дома. Ему позвонили из больницы, якобы, мол, и сказали, вы знаете, пришли ваши анализы, у вас рак, пиздец какой-то. Ну, естественно, бабушки и дедушки немедленно впадали в ахуй. Тут же возникал у них на пороге квартиры курьер, которого послали с секретным лекарством. Он, значит, впаривал его пенсионеркам доверчивым, он говорил, только положите в холодильник, лекарства должны чуть-чуть сформироваться. И уходил. Значит, ну, под видом супер лекарства он продавал обычный доширак. Таким образом он нагрел пенсионеров на полтора миллиона рублей. Ну, что хочется сказать просто про этого человека. Гандон он. Вообще, достаточно обильно боковали жители Сия Руси на этой неделе. Вот обратите внимание на видео. Значит, москвич ездил на элитном автомобиле Мерседес-Бенц, будучи остановлен сотрудниками полиции, начал боковать на них и кричать, как будто он, блядь, в 95-м году, посмотри, бля, номера там, я тебе машину сейчас обосру. Бил по патрульной машине ногами. Отойди от патрульной машины. Да куни, дай машину, блядя. Обосру твою машину, понял? Ну, что хочется сказать. Мужчина уже сказал, что он будет судиться со всеми, кто будет распространять это видео. Причиной всей вообще вот этой невзгоды. Жена, с которой он ругался по телефону. От себя что хочется добавить? Ну, вот если бы, как бы, в Пиндостане он ударил бы по полицейской машине ногой, ему бы засадили прямо в голову из стабильного оружия. А у нас, видите, полицейские хорошие и добрые. Они ему просто кричали, отойди от патрульной машины. Вот я, кстати, удивляюсь, да? Пиздец, у нас каких-то, что, сотрудников гуманитарных вузов, что ли, стали набирать ментовку? Или работник в библиотеках бывших? Я вас не узнаю, друзья. На рейсе Нижнекамск-Москва поймали того самого «Господь-Господь». Вот, смотрите, мужчина, пьяный, значит, боковал на сотрудников полиции и говорил, спрашивал у них, хотите ли вы согрешить против меня? Из чего я делаю вывод, что это, конечно, был «Господь-Господь». Ты хочешь согрешить, что ли, против меня? Ты хочешь согрешить против меня, что ли? Ну, менты, конечно, бессердечные были. Они этого человека скрутили и, соответственно, увезли в Кутузку. Он еще и предлагал им там, по ходу, значит, вызвать их на дуэль. Тоже мне, блядь, дворянин, блядь, князь, сука, Шереметьев. Проходи, блядь, по-по-м, блядь. Боя на ринг. Я тебя не пиздить зову. Ну, посмотрите видео, это оно совершенно потрясающее. Ну, в общем, бессердечные сотрудники полиции его завязали в узел. В Тверской библиотеке работал кот, которого звали Степа. Он работал в Тверской библиотеке. Его там шутливо оформили на позицию, которая называется мяунжер. И кота на прошлой неделе застрелили за то, что он гадил в подъезде. Хозяева кота почему-то не подают в полицию заявление. Они боятся мести. Я на вашем месте, конечно, бы подал заявление. Потому что, ну, понятно, что его убили какие-то конченые ублюдки. И, скорее всего, когда их поймать, никакой мести не будет. Они просто обосрутся. Поэтому я полностью на вашей стороне. Я бы советовал, как кошатник кошатнику, безусловно, мусорить этих людей. На прошлой неделе ВКонтакте начал борьбу с хейтспич. И заблокировали какое-то количество пабликов. Ну, вот, в частности, что было заблокировано? Значит, оказались заблокированы сообщества, поощряющие самоубийство. Группы, в которых выкладывали интимные фото. Ну, знаете, да, у нас на дворе живет шлюха, бля. Она так нахуй выглядит. И мы должны все ее порицать. Ну, и прочие прелести мужского государства и прочих уродских совершенно организаций. Кроме того, в бан попало несколько пабликов, в которых поддерживали террористические организации, типа ИГИЛ. Ну, и, конечно, детская порнография тоже была в каком-то количестве. Ну, и, значит, после этого начался вой о том, что ВКонтакте мешает свободному распространению информации. ВКонтакте занимает цензура, и пятое и десятое. И хочется просто сказать, люди, вы правда ебнулись совсем, да? То есть вы считаете, что совершенно нормально, да? Когда существует группа, в которых нездоровые, просто какие-то больные ебанаты делают вид, что они, значит, тут главные по морали, или выкатывают видосы, где несчастные школьники там прыгают с крыши и пишут, что это охуительно выпилится. Вот. Ну, здесь я хотел бы сказать, что у многих моих зрителей, наверное, детей еще нет, а у меня они есть. Поэтому, честно говоря, я не хотел бы, чтобы мои дети в таких группах каким-то образом оказались и попали под влияние ебанатов, которые бы нашептали им и написали бы какие-то ужасные вещи. И я полностью поддерживаю то, что делает ВКонтакте. Они совершенно молодцы. Вот видео, от которого я, честно говоря, охуел. Значит, смотрите, это воздушный змей. Я, во-первых, очень большой. Во-вторых, вы видите, на конце этого змея болтается трехлетний мальчик. Это, значит, на Тайване произошло. Дети запускали воздушных змеев, и маленький мальчишка был, нахуй, унесен в небо. И слава богу, что порыв ветра скинул змея вниз, и мальчишку поймали праздношатающие, ну, в смысле, стоящие вокруг люди. В общем, будьте бдительны, по пьяни вообще можете не вернуться, честно говоря. Не запускайте змея воздушные, особенно если вам три года. На ютуб-канале северокорейской радиостанции появилось короткое видео, вот оно, на котором диктор обращается к некой научной экспедиции и зачитывает какие-то шифры. Все считают, что это было послание шпионам, и это был первый раз, когда КНДР решили использовать ютуб для передачи шифрам своим шпионам в других странах. Ну, потому что, как мы знаем, никаких северокорейских научных экспедиций наверняка нигде нет. Вот, а у шпионов они там, я не знаю, там, привезли еды по-браске, что они могли, блядь, еще передать. Потому что открытым текстом никто ничего другого, ни в чем Корее не нуждается. У них все есть, люди там живут достаточно хорошо. Есть, кстати, такой потрясающий паблик, вы знаете, что, может быть, вы не знаете, скорее всего, вы даже не знаете. Северная Корея въебывает какое-то количество денег на пиар своей страны. Есть паблики, раньше они были в лайф-джорнале, сейчас они есть в Фейсбуке, в Контаче. Там специально обученные северокорейцы вступают, значит, в полемику с людьми, которые приходят их в эти паблики троллить и рассказывают о том, что люди нихуя не правы. Идея чучхея – это охуительно, мы живем хорошо, не едим собак, потому что уже всех собак давно съели. Вообще у нас круто, не приезжайте к нам никогда. Ну, вот такая там полемика, зайдите, посмотрите, это действительно очень смешные вещи. В цитате дна у нас сегодня выступает актер Михаил Ефремов. В суде Михаила Ефремова попросили показать, как именно он был пристегнут ремнем безопасности. И Михаил Ефремов сказал, что он этого делать не будет, потому что его съемочный день очень дорого стоит. Ну, мне кажется, лет 8 ближайших никаких съемочных дней у Михаила Ефремова не будет. Я почему достаточно жестко это говорю? Когда случилась эта ужасная трагедия, он убил человека, находясь пьяным и, предположительно, обдолбанным за рулем. Я не стал там морализаторствовать и сказал, что, ну, слушайте, случилась жуткая трагедия. И вот Ефремов попал в такую ситуацию, не бухайте за рулем, если вы бухнули, оставайтесь дома. Но после этого прошло уже несколько месяцев, и Ефремов не то что натворил глупости, нет такого слова. Он просто какой-то в конец охуел. Все эти, значит, его безумным адвокатам. Сначала он его взял, нанял, потом уволил, потом нанял опять. Ну, просто цитаты Ефремова за последнюю неделю. Я вину признал, потому что, когда с похмелья человек, он нервный. Я был с похмелья дня два-три, даже не с похмелья, а отравлен. На видео, где я признаю вину, вырезали звук «не». Это сказала моя жена, она лучший звукорежиссер страны. Ну, то есть он откровенно глумится. И, честно говоря, он просто охуел. В конец, и я не знаю, почему все это судебное разбирательство продолжается. И теперь у меня только вот один вопрос. Вы хотите родственников покойного водителя, убитого Ефремом, просто уже довести до какого-то, блядь, охуевоза, да? Потому что они все это читают. И я думаю, они просто в какой-то момент захотят Ефрема своими руками разорвать. Не дай бог, чтобы это произошло. Поэтому, скорее, это надсудилище заканчивает. Дорогие друзья, 289 тысяч подписчиков, но это практически уже 300, хули тут говорить, без 10 тысяч. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, говорите своим друзьям, родственникам, нажимайте на колокол. Храни вас Господь. На следующей неделе мы объявим о том, что у нас готова первая партия мерча, если она будет готова. Субтитры сделал DimaTorzok